Всем привет! Сегодня мы с вами будем оценивать еще одну летнюю коллекцию 2019 года и поговорим с вами о новинках Гош. Их есть у меня! Как всегда, все, о чем я буду говорить, я также буду сегодня еще и демонстрировать у себя на лице. И вы сможете полагаться не только на мои слова, но также и посмотреть на косметику в действии. И вы знаете, я не хочу называть эту коллекцию прям провальной, но большая ее половина это такая продукция, скажем так, на любителя. И я уверена, что придя в магазин и просто увидев это все на стенде, вы, возможно, не сразу поймете, что к чему. Поэтому очень кстати здесь как раз-таки обзоры этой продукции. Давайте же к этому и перейдем. Как видите, макияж глаз я уже начала. Спойлер! В этом видео новых теней не будет. Хотя, вот, кстати, вот этот макияж я сделала новой палеткой, которую я сейчас тестирую. И, знаете, пока что что-то она меня не убедила в своих прекрасностях. Ну, будем посмотреть. А я перехожу к лицу и сейчас я буду использовать два новых праймера. Да, вы правильно услышали, именно два новых праймера. И в зависимости от того, какая у вас кожа и какой тип кожи, вам может понадобиться либо один, либо второй, либо оба, либо вообще не один из них. Увлажняющий праймер нужен тогда, когда вы садитесь делать в макияж и понимаете, что вы чувствуете стянутость кожи. Вот тогда такие праймеры очень классно спасают. И, естественно, филлер. Это мой любимый тип праймера, потому что у меня очень неровная текстура лица, особенно вот в этой зоне, Т-зона. И если есть какие-то средства, которые мне могут с этим помочь, то я, конечно же, обеими лапками за. Я уверена, что многие из вас знают, как правильно пользоваться праймером, но для тех, кто не знает, я сейчас это продемонстрирую. То есть вот увлажняющего праймера я беру вот приблизительно вот столько. И, кстати говоря, увлажняющий праймер очень легко можно заменить просто увлажняющим кремом. Да ладно! Мало взяла, возьму еще. Вот где-то вот столько. Косметический праймер еще, бывает, содержит ингредиенты, которые помогают тональной основе ложиться проще, как бы и лучше втушевываться в лицо. Обычно это какие-то силиконы или полимеры, то, что делает кожу немножко более ровной и гладкой. А филлер в основном я использую на центральную часть лица, вернее, на вот эту вот зону, на вот этот вот прямоугольник, который у меня более текстурный. Здесь, кстати, нужно гораздо меньше продукта, вот буквально вот столько. И вот так вот я люблю как будто даже втирать это в кожу. Тогда все поры заполняются, вся текстура сглаживается, и вы получаете максимально гладкое и приятное на ощупь лицо. Вспекаешь? В общем-то праймеры мне эти понравились, с огромным удовольствием ими пользуюсь, но если выбирать, моим фаворитом остается все-таки праймер от Анали. Это увлажняющий и сглаживающий праймер. Он не настолько сильно сглаживает текстуру лица, но он лучше увлажняет. И, естественно, у него огромный перевес в плане его состава. Состав у него гораздо лучше, потому что вот это все-таки такой базовый химический состав. И хотя по описанию на сайте Гош говорят, что все равно здесь есть ухаживающие компоненты, но все-таки это больше декоративное средство. Тогда, когда фишка Анали в том, что это действительно декоративная косметика, но с реальными ухаживающими компонентами. Итак, с праймерами мы с вами справились. Я сейчас быстро нанесу консилер под глаза и закончу макияж глаз и вернусь к вам для того, чтобы продолжить о новинках Гош. И вот, кстати, я сейчас нанесла консилер, и, по-моему, уже очень хорошо видно, насколько разгладилась текстура вот здесь вот. Потому что обычно без использования разглаживающего праймера здесь гораздо более активные разные пырки-пупырки. Ну, естественно, это не фотошоп, поэтому не получится так, что прям совсем идеально, но, насколько это возможно, мне кажется, эффект достаточно хороший. Фу, эти тени, походу, сегодня хотят моей смерти, потому что мало того, что с ними работать тяжело, так еще и глаза у меня жутко слезятся от них начинают. И у меня сегодня такой день, дел наполовину. Сначала я половину глаза накрасила, теперь я только нижние ресницы накрасила, а все потому, что на верхних я вам буду демонстрировать новинку от Гош, которая называется Fake It Lash Primer, то есть это праймер для ресниц, который наносится под тушь. Заявлено, что это чисто декоративный эффект, то есть если вам не нравится, как работает ваша тушь, и вам хочется еще больше длины, еще больше объема, еще больше разделения, еще больше лифтинга, тогда вы используете этот праймер и просто приходите в дичайший восторг от того, насколько все становится прекрасно. Я вам не верю. Ну, я какой-то сумасшедшей магии не заметила. Я предпочитаю покупать тушь, которая меня уже устраивает своими какими-то характеристиками, и учитывая то, что у меня ресницы и так, ну, не ахти, скажем так, то, как бы, ну, вот такие вещи, как вот этот праймер, наверное, несущественную разницу могут сделать для моих ресниц. Но вот я не знаю, видно вам вообще, что этот праймер нанесен, и какой эффект он делает. Мне кажется, что это просто какой-то дополнительный шаг, и не всегда, наверное, нужный в макияже, потому что действительно большинство из нас просто хочет накрасить ресницы тушью, и получить желанный эффект. А если не получается с помощью туши, то, как мне кажется, и не получится с помощью каких-то дополнительных прибамбасов. То есть тут скорее просто лепи накладные ресницы и не морочь себе голову. Чем я, кстати, сейчас и займусь. Тьфу, блин, какие накладные ресницы. Я же вам еще не показала эффект после нанесения туши. Я прошу прощения, я сегодня слегка рассеяна, потому что целый день какой-то, знаете, как не с той ноги я встала, и вот все как-то пошло не так, как надо. Итак, что касается моих ресниц, то давайте я вам сейчас покажу их макро, и вот сами судите. Если вам кажется, что мои ресницы выглядят как-то по-особенному прекрасно, и гораздо лучше, чем обычно, то тогда вперед за праймером. Я думаю, вы знаете, где продается Гош. Если не знаете, ссылка в любом случае будет в описании. Еще одна новинка, которая у меня есть, это их тональная основа в кремовой формуле из линейки Foundation Plus. У меня это оттенок 004. Здесь также в комплекте есть спонж для нанесения. Я один раз пробовала им наносить, мне не очень понравилось. Давайте я сейчас начну наносить, и вы сами все увидите. Тональная основа одна из тех, которая, знаете, превращается из крема в пудру, потому что нельзя вот так вот просто, знаете, промокнуть и набрать эту тональную основу и нанести ее. То есть ее нужно прям так конкретно набирать на спонж и после этого вбивать в лицо. Я имею в виду, что у нее достаточно плотная текстура, но при этом на лице она плотно не выглядит. С учетом того, что я еще использовала разглаживающий праймер, то она создает очень красивый эффект на лице, такой сглаженный. Ну что ж, с нанесением тональной основы я закончила, и сейчас я хочу опять подключить макросъемку для того, чтобы показать вам, как она выглядит вблизи, в макро, чтобы вы поняли, насколько вам нравится этот финиш на лице или нет. Если вставить свои 5 копеек, то для меня это далеко не самый мой любимый финиш, потому что она выглядит уже так, как будто ее закрепили сверху пудрой. И вот этот слегка пудровый эффект не совсем подходит для моей суховатой кожи. Я все-таки люблю, когда больше что-то кремовое, сияющее у меня на лице. И вообще в целом формат вот такой вот кремовой тональной основы далеко не самый мой любимый. Но если вы фанат, потому что мы все разные, все ищем разные вещи в косметике, если вы как раз-таки любите что-то такое, возможно, вам нужно что-то, что удобно носить с собой и, знаете, на бегу делать макияж. И, кстати, далеко не обязательно рассматривать вот это как полноценную тональную основу. Для кого-то это может быть компактный способ для того, чтобы поправлять макияж. А сейчас я вам хочу показать, наверное, самую интересную новинку из всех, которые вышли в этой летней коллекции. И это пудра и праймер два в одном с гиалуроновой кислотой. Я когда впервые услышала, что они это выпускают, мне прям стало очень интересно, потому что все, что с гиалуроновой кислотой, как бы предполагается, что будет даже не то, что не сушить кожу, а наоборот еще даже увлажнять. Здесь в составе реально есть сфера гиалуроновой кислоты. И, как я и сказала, это продукт два в одном. Я когда-то снимала видео на эту технику, и я вам очень рекомендую его посмотреть. Я вот под буквой А оставлю на него ссылку. Это реально очень крутой способ для жирной кожи, чтобы контролировать жирный блеск максимально хорошо. Этот продукт сделан на основе рисовой пудры. Из-за этого особая такая текстура, немножко как крахмальная своего рода. Но мне эта текстура очень понравилась. Я эту пудру использую просто без остановки. Где-то последние, наверное, недели две, может быть, даже больше. Мне очень нравится. Хотя я крайне редко пользуюсь пудрами. В принципе, наносить пудру я люблю с помощью влажного спонжа, который уже не жалко, потому что пудра в целом портит спонж. Вот этот когда-то у меня был для нанесения тональной основы, но после того, как я его отправила на пенсию, он у меня стал для нанесения пудры. Вот так вот слегка набираю то, что было в крышечке, похлопываю пару раз о руку для того, чтобы не поставить пятна пудры. И потом прохожусь по всему лицу. И для того, чтобы гиалуроновая кислота хорошо работала, ей нужна вода. Поэтому я, во-первых, наношу влажным спонжем эту пудру на свое лицо, а во-вторых, отличной идеей будет еще нанести какой-то фиксирующий спрей сверху. Лицо становится очень гладким и таким бархатным по ощущениям. Но я вас здесь не хочу вести заблуждение, что это прям увлажняющая пудра. Нет, пудра все равно есть пудра. И у нее будет все равно соответствующий финиш и соответствующее поведение на лице. Тут еще очень много зависит от того, какая у вас кожа, какая тональная основа, как вы наносите и сколько вы наносите. Если переборщить с этой пудрой, то, естественно, у вас сразу же появится эффект маски на лице. Для бровей у меня есть их новая помадка, которая называется Brow Pomade. Я себе взяла оттенок, который называется Dark Brown. И, насколько я могу судить, по крайней мере, у нас представлено три оттенка всего-навсего. Я заметила, что очень сложно изговнять продукцию для бровей. То есть, в принципе, как в люксовом сегменте, так и в профсегменте, так и в бюджетном сегменте есть очень хорошие продукты для бровей. Как помадки, так и карандаши, гели для бровей. Поэтому, в принципе, как бы выбираем мы даже не исходя из качества, а исходя из оттенка. Это я к чему? А это я к тому, что вот этот оттенок для меня неудачный. Потому что это темно-коричневый, но у него настолько ярко выраженный оливковый подтон, что на моей внешности это выглядит очень инородно. Но вы меня правильно понимаете. Если в вашей внешности есть оливковый подтон, то что касается качества этой помадки, то вы знаете, текстура слегка отличается от того, к чему я привыкла, потому что это гораздо более восковый продукт. Она скорее как липкая и даже так слегка цепляется за кожу. Из-за этого практически нереально с помощью этой помадки создать отдельные какие-то волоски, прорисовать, как, например, с помощью Анастасии Баверли Хиллс помадки. Можно прям взять малюсенькую кисточку и прям вот дорисовать волоски, там, где вам это нужно. Вот здесь вот, видите, я пытаюсь, но не очень, наверное, этот продукт предназначен для этих целей. И я так понимаю, что это восковая консистенция из-за того, что это водостойкая помадка для бровей. То есть вы реально можете сделать себе брови и пойти куда-то купаться в бассейн, например. И так как это летняя коллекция, то наверняка предполагается, что вы как раз таки этим и будете заниматься. И последняя новинка, которая у меня осталась, это блеск для губ, который называется Lumi Lips. Насколько мне известно, это не новинка прям в плане формата этого блеска, хотя, может быть, раньше это были помады. Короче говоря, фишка здесь этого блеска в том, что здесь есть зеркальце, и когда вы открываете упаковку, здесь в крышечку встроены два светодиода, которые выступают в роли фонарика для ваших губ. Ну, мало ли, может, вы посреди ночи хотите губы накрасить. И я не хочу наносить этот блеск на помаду, чтобы не перебить его оттенок, поэтому я только подведу губы с помощью карандаша Color Pop в оттенке Toy. Ну, что ж, макияж я полностью закончила. Блеск этот, в принципе, прозрачный. Вот этот оттенок, который вы видите, создается, скорее, наверное, за счет карандаша, который я сначала нанесла. Что касается его качества, его текстуры, то мне она лично не нравится, потому что он более густой, более плотный и довольно быстро начинает собираться с внутренней стороны губ. Я все-таки здесь предпочитаю такие более тонкие, гелевые текстуры. Ну, и так как на мне пудра с гиалуроновой кислотой, то незабываем о последнем шаге. Ой, ёп. Так, теперь точно все, и макияж мой полностью готов. В заключение я хочу сказать несколько последних слов. Я хочу правды! А вы знаете, с легкой душой я могу вам порекомендовать только три продукта из всех этих новинок, а именно это два праймера и пудра. И, в принципе, здесь я практически уверена, что если вам такой тип продукта нужен, то он вам понравится. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если так и было, обязательно поставьте ему палец вверх. Также подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Это можно сделать, нажав на круглую иконку вот здесь вот. YouTube сейчас предлагает вам другие мои видео. Если вы их не смотрели, то можете как раз-таки этим сейчас и заняться. А если смотрели, то мы с вами встретимся в моем новом выпуске через несколько дней. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!